Здравствуйте, меня зовут Ксения, я директор Центра Абилитации и Интродукции Диких Животных Сирен. И сегодняшний наш выпуск будет посвящен двум лисам, находящимся на лечении в данный момент в центре. Это Данта и Келлер. Келлер попал к нам после автотравмы в очень тяжелом состоянии. Мы его долго стабилизировали, у него были большие проблемы из-за отека мозга, он не видел и не слышал. В данный момент он видит, скорее всего, ограниченно слышит. Но у него также было сломано плечо, и вот была проведена операция плоснов к металлоконструкции. И сейчас пришла пора металлоконструкцию вынимать и, соответственно, дальше заниматься явлением плеча. Второй лис, это вот сейчас на видео, это Данте. У Данте все немножко сложнее, у него не очень понятные нам неврологические проявления, он ходит кругами, у него небольшой нестагм. По-хорошему можно было бы провести МРТ-исследование, но исследование достаточно дорогое. А главное, что при отсутствии негативной динамики мы пока не видим в нем большой необходимости. Такое поведение может быть вызвано двумя причинами. Это либо отит среднего уха, либо уже какие-то изменения в головном мозгу. Так как, повторюсь, МРТ-исследование достаточно дорого, мы решили, имея в клинике в данный момент специалиста по эндоскопии, провести эндоскопическое обследование ушей лиса, чтобы определить наличие или отсутствие отита и в дальнейшем уже принимать решение по его последующему лечению, либо переезду в вольер. Лис данка под наркозом. К трубочке, торчащей из рта, сейчас подключат дополнительно газовый наркоз, а на язык закрепят датчик для контроля пульса и, главное, наполнения крови кислородом, чтобы понимать, что наш лисик под наркозом чувствует себя хорошо. Атоскопическое обследование будет проводить доктор Константин Новиков и ассистирует ему сегодня хирург Андрей Строгуш. Ну, я надеюсь, мы сейчас узнаем, что там в ушах у нашего лиса. У нас ус вернуется. Там нету воздушности. Мы сейчас посмотрим вторую лиса. Слушай, давай я сразу пеленку на пол положу. Ее надо перевернуть. Нету воздушности. В целом, наружеслухопроходом розовый нет признаков какого-то воспаления. А в барабанной полости там видно, что нет воздушности. Что здесь такая же? Нет, здесь вот видно воздушность. Видны косточки все составляющие барабанной перелепонки. Вот она, косточка. Ну, сделаем, можно и все обратно. Сейчас сделаем меринготомию, промоем и посмотрим, что там будет. Кровяка какая-то течет, да? Это из-за контакта с этим... Ну, я поняла, да. С инструментом. Там тоже все воздушное, на самом деле. Все-таки неотит? Ну, мы сделаем меринготомию. От этого уже не будет. Барабанная зарастет. Зато убедимся в том, что... Ну, вот и как же что-то, да? Да. Ну, нет такого, что мы ждем. Гнойного. Это что за звук? А это... Мне понравилось. Ага. Вот она, среднее ухо уже. Ухо мы промыли, что дальше будет. Да, это все в порядке. Он хорошо отошел от наркоза, чувствует себя прекрасно. К сожалению, стало понятно, что проблемы наши все-таки связаны не столько с ушами. Ну, будем пробовать проводить сначала терапевтическое лечение, потому что, еще раз повторюсь, никакой негативной динамики у него нет. И нет необходимости сейчас срочно бежать и выяснять, в какой области мозга у него проблемы, да, и с чем связано его такое движение. Потому что, если бы у него было какое-то ухудшение состояния, да, имело бы смысл искать там срочно лекарства, антибиотики. В данный момент такой ситуации нет. Мы сейчас попробуем провести с Андреем Строгушем, по его предложению, довольно свежее для ветеринарии решение и лекарства. Если все получится, мы обязательно об этом скажем. Для Данте сейчас готовится вольер. И я надеюсь, вот в ближайшие дни мы вам покажем уже его переезд в вольер, потому что в клинике содержать его нет никакой необходимости. Лекарства в пищу можно давать и находясь в вольере. Небольшие видеоэтюды об операции Келлера. Ему вынимали спицу. Хирург, проводивший операцию по установке, теперь по снятию Михаил Иванов. Большое спасибо ему и ассистентам, которые поснимали там небольшие видео. Я ввиду болезни, к сожалению, не смогла присутствовать. На операции. Но зато встретила Келлера уже в клинике после. Опять скажи, ошейник на меня надели. Да, непонятно зачем. Ну, в общем-то, от наркоза отошел хорошо, чувствует себя тоже прекрасно. Поэтому надеюсь, что у него все быстро заживет. Спасибо большое, подписывайтесь на наш канал, пишите нам, постараемся всем ответить по возможности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!